Новую школу взамен аварийной построили в Актюбинской области, в ауле Амангильде. В местной казне она обошлась почти в 300 миллионов сеньги. Теперь дети будут учиться в две смены, в просторных и комфортных классах. Лейла Ауесова разделила радость тельчан. Открытие новой школы – событие долгожданное. Последние 30 лет дети учились в старом саманном доме, который находился в аварийном состоянии. За короткий срок в ауле Амангильде возвели новую двухэтажную школу, рассчитанную на 100 мест. В две смены здесь будут учиться 172 ребенка. Новая школа нам очень нравится. Раньше мы занимались в старом и тесном здании. Теперь у нас светлые и просторные классы. Как претендент на знак Алтенбельга, я надеюсь, что оправдаю надежды наших учителей и родителей. Мурату Наубетову 23 года. Выпускник Актюбинского педоинститута преподает здесь историю. Его супруга тоже работает в сельской школе. Молодая семья уже получила подъемные и обустраивается на новом месте. Таких энтузиастов, готовых поднимать сельское образование на новый уровень, достаточно среди молодых специалистов, считает Мурат. В 2013 году по программе с дипломом в село меня направили в Уилский район. Это отличная возможность для молодых учителей, чтобы набраться опыта. Теперь хотим остаться жить в ауле и ждем льготный кредит на приобретение собственного жилья. Мастерские для уроков труда оснащены столярными и токарными станками. На уроках физкультуры дети смогут заниматься зимними видами спорта. Всего в Уилском районе сейчас 24 школы. 16 из них привели в порядок по дорожной карте занятости. Во исполнение поручения главы государства об полностью предотвращении аварийных школ, в нашей области ведется большая работа. Только за последние три года мы построили новых 47 школ, из которых 20 с лишним. Это именно вопросы, решающие именно аварийных школ. В области еще четыре сельские школы признаны аварийными и три работают в трехсменном режиме. В будущем году взамен них планируется построить шесть новых школ. В целом по стране в ближайшие три года откроют 67 школ. На эти цели будет выделено 70 миллиардов тенге. Лейла Уэсова и Бегдаутов из Октябрьской области.